Иван Тургенев Бежен лук Рассказ Тургенева «Бежен лук» был впервые опубликован в 1851 году в журнале «Современник». Произведение вошло в цикл рассказов автора «Записки охотника». Очерк относится к литературному направлению реализм. Но в нем также присутствуют черты романтизма, яркие описания природы, легенды и поверья, которые переплетаются с реальной жизнью героев. Краткое содержание В один из теплых июльских дней рассказчик охотился за тетеревыми в Чернском уезде Тульской губернии. Он настрелял довольно много дичи и возвращался вечером домой. Заблудившись в сумерках, рассказчик сначала шел мимо осенника, затем оказался в незнакомой распаханной лощине. Не пытаясь разобрать дороги, он пошел по звездам и неожиданно оказался перед огромной равниной. Называемый Бежен Лук, которую огибала широкая река. У подножья холма мужчина заметил два костра и людей вокруг них. Повествователь спустился к кострам, возле них расположились крестьянские ребятишки из соседних деревень, сторожившие табун лошадей с двумя большими собаками. Рассказчик попросился к ним переночевать, лег у костра, наблюдая за ночной природой, слушал беседу ребят. Всего мальчиков был пять — Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Рассказчик описывает внешность мальчиков. Федя — стройный мальчик, с красивыми и тонкими чертами лица. Павлуша — с черными волосами, серыми волосами, рябым бледным лицом и неуклюжим приземистым телом. Илюша — с горбоносом, вытянутым, подслеповатым лицом, которое выражало какую-то тупую, болезненную заботливость. Костям мальчик с задумчивым и печальным взором, его глаза, казалось. Хотели что-то высказать, для чего на языке наклонная черта влево меньше, чем наклонная черта влево больше, чем, не было слов. Самый младший, Ваня, всю ночь спал под рогожкой. Рассказчик притворился спящим, и мальчики у костра разговорились. Илюша рассказал, как, заночевав однажды с ребятами на бумажной фабрике, они слышали домового. Ночью над ними кто-то стучал и ходил, а после спустился к ним по лестнице, распахнул двери, но в дверях ребята никого не увидели. Тут у одного чана начала шевелиться форма, у другого крюк с гвоздя снялся и на место встал. Потом будто кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет. Как заперхает. Мальчики сильно испугались. Следующую историю рассказал Костя, о слободском плотнике Гавриле. Как-то мужчина пошел в лес по орехе, заблудился и решил переночевать в лесу. Но только он задремывает, как просыпается от того, что его словно кто-то зовет. Наконец Гаврила увидел сидящую на ветке русалку, которая звала его к себе. Мужчина перекрестился, тут же русалка, которая до этого весело смеялась, расплакалась, не креститься бы тебе, говорит, человечи, жить бы тебе со мной на веселье до конца дней, а плачу я, убиваюсь от того. Что ты крестился, да не я одна убиваться буду, убивайся же и ты до конца дней. Тут же и пропала. А Гаврила с тех пор невеселый стал. Вдали послышался протяжный, звенящий, почти стенящий звук. Мальчики вздрогнули, Илья шепнул, с нами крестная сила. После того, как ребята успокоились, Илюша завел разговор о случившемся недавно происшествии на прорванной плотине, нечистом глухом месте, где похоронен утопленник. Мальчик рассказал, что как-то приказчик отправил псаря Ермилу на почту, но мужчина задержался и возвращался уже ночью. Перебираясь через плотину, он заметил на могиле утопленника барашка. Мужчина взял животное с собой, но пока вес, заметил, что барашек смотрит ему пристально в глаза. Стал он его этак по шерсти гладить, говорит, бяша, бяша. А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже, бяша, бяша. Вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Павлуша побежал за собаками, но вскоре прискакал на лошади и пояснил, думал, что собаки учуяли волка, но там ничего нет. Мальчики продолжили беседу. Илюша рассказал, что в Варнавицах часто встречали покойного барина, который искал разрыв траву, потому что на него сильно давила могила. Костя удивился, он думал, что покойников можно только в родительскую субботу увидеть. Илюша ответил, что в родительскую субботу можно еще и узнать. Кто умрет скоро, нужно сесть на церковную паперть и смотреть, кто мимо тебя пройдет. Так баба Ульяна, сидя на паперти, увидела идущий саму себя. Мальчики притихли. Над ними пролетел белый голубок. Ребята вспоминают о недавно случившемся в Шаламове, предвидении небесном, солнечном затмении. Илюша пересказывает поверье от Ришки о лукавом человеке, который появится в затмении и которого нельзя будет ни поймать, ни в тюрьму посадить. Внезапно над рекой дважды раздался резкий крик цапли. Мальчики заговорили о Лешем, Косте показалось, что он как-то слышал его крики. Илья возразил, Леший не кричит, он немой, только в ладоши хлопает да трещит. Павлуша поднялся и пошел к реке за водой. Илюша в это время рассказал мальчикам, что когда человек черпает воду из реки, его может за руку схватить водяной и к себе утащить. Ребята вспомнили об акулине дурочке, которую водяной испортил, а также о Васе, который, играя на берегу, случайно утонул. Вернувшись, Павлуша рассказал, что когда он набирал воду, его словно из-под воды Васиным голосом звали. К утру разговор мальчиков постепенно стих, а рассказчик задремал. Мужчина проснулся еще до рассвета и, кивнув проснувшемуся Павлуши, пошел вдоль задымившейся реки. Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул, он убился, упав с лошади. Жаль. Славный был парень. И что в итоге? Павлуша, Федя, Ильюша, Костя, Ваня остаются у костра на берегу реки. Позже рассказчик узнал, что Павлуша погиб, упав с лошади. Рассказчик просыпается еще до рассвета и продолжает свой путь. Заключение. Рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бежен лук» раскрывает перед читателем мир народных поэтических примет и сказок о всевозможной, нечисти, домовых, русалках, леших, водяных, призраках. В произведении легенды и поверье гармонично дополнены картинами живописной природы. А сама композиция очерка отсылает читателя к просторечному жанру, страшной истории, характерным признаком которой являются элементы мистики и необъяснимый, загадочный трагический конец.